Почему бывший возвращается? Что это у него за непонятное поведение? Он же сам от меня ушел, он же сам говорил, что я плохая, недостойная, а теперь он снова хочет сойтись. Как его понять? А точно ли мне нужно с ним сходиться? А может быть это я виновата, что мы разошлись? Я все понял, я все осознал, давай сойдемся. Я понял, какую я женщину потерял, но не так уж и сложно ее расположить к себе. Главное изобразить из себя такого, как я сошли, какой я был плохой. Главное, знаете, изобразить из себя виноватого мальчика. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог. Я помогаю женщинам, чтобы мужчины их радовали, а не гневали. И прежде чем мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и обязательно смотри это видео до конца. И перешли подружкам, потому что им тоже может быть это полезно. Регулярно я провожу прямые эфиры в своем инстаграм. И также регулярно я запрашиваю в своем инстаграм обратную связь от вас. И также читаю комментарии, которые вы пишете под видео. И от этого я отталкиваюсь и собираю те темы, которые максимально интересны для вас. И сегодняшняя тема неспроста. И то количество запросов, которые я вижу последние дни в инстаграм, по поводу, почему бывший вернулся, а мы с ним расстались, и он снова пишет. Или же я от него ушла, мы развелись, и он снова звонит, снова хочет сойтись, и я не знаю, нужно ли с ним сходиться или не нужно, правильно это или неправильно. В этом видео я хочу объяснить, что вам было еще более понятно мужская логика, почему он возвращается, почему он пытается вернуться, а особенно почему ему кажется, что он хочет вернуться. Почему он сам верит в какую-то неправду, что если мы сейчас снова сойдемся, настанут супер чудеса. То есть я объясню мужскую логику, и также я объясню, постараюсь быть тебе полезным, дать тебе некоторые инструкции, как тебе лучше себя вести, как тебе лучше мыслить, чтобы ты, в первую очередь, ты была счастлива. Потому что если ты счастлива не будешь, ну никто рядом не будет счастлив, ну не будет рядом мужчина счастлив с несчастливой женщиной, ну не будут дети счастливы, если их мама несчастлива. Итак, в большинстве случаев, когда отношения распадаются, неважно, мужчина уходит, ты его бросаешь, либо он тебя бросает, реально в большинстве случаев через время мужчина пытается вернуться. Он оказывает знаки внимания, он может писать какие-то смс-ки, писать сообщения в соцсетях, он может звонить, или же это могут быть прямые предложения, что я все понял, я все осознал, давай сойдемся, я понял, какую я женщину потерял. Или же если у него какое-то неадекватное поведение было, и по этой причине вы разошлись, он уже обещает, что все, он изменился, он исправился, теперь его поведение будет другим. То есть если ты от него ушла, потому что он не работал, он скажет, я теперь найду работу, или вот даже я сейчас работаю, уже получаю там какую-то зарплату. Если он был тираном, и поэтому вы разошлись, он уже говорит, все, я понял, я теперь уж вообще даже на комара руку не подымаю, не то чтобы, да, там на женщину. Почему так мужчина себя ведет? Да, когда вы расходились, было плохо, но по прошествию времени, по прошествию времени, мужской мозг, он начинает как бы взвешивать все за и против, да, и особенно если мужчина не встречает женщину лучше, чем ты, особенно если мужчина после расхода сталкивается с неким одиноком, с одиночеством, с неким, у него не получает, лучше не становится в жизни, у него начинается, знаете, такой ностальгический процесс, и он начинает вспоминать, как было хорошо, как было сладко, и знаете, вроде бы и забываются все какие-то негативные моменты, и вспоминается только хорошее, только что-то такое романтичное, теплое, приятное, и через время в его мозгу, знаете, такое ощущение, что его мысли только о том, как было хорошо, особенно если он не встречает, у него не получается создать какие-то другие отношения, либо он там думал, что я сейчас буду свободен, и наступит супер жизнь, и он сталкивается с тем, что его свобода не приводит к какой-то супер жизни, он сам начинает верить в то, верить в то, что нужно с женщиной сойтись, он сам начинает верить в то, что он уже изменился, он сам начинает верить в то, что если ты его чем-то там не устраивала, что уже ты изменилась. И он начинает как бы какой-то заход издалека. Писать, звонить, либо делать какие-то прямые предложения. Также следующая причина, это, конечно же, знаете, есть такое понятие, как ностальгический секс. Захотелось ностальгического секса, и так секса хочется, что снова, вы знаете, в его глазах, в его сознании какая-то такая пелена из таких каких-то положительных эмоций. И он сам даже, может быть, не понимает, что ему просто тупо соскучился по какому-то теплу с этой женщиной, по какой-то близости. И он настолько хочет секса, что сам внушил себе, что вам нужно возобновить отношения. И прошу заметить, да, есть мужчины, которые реально он может хотеть секса и себе в этом признаваться, и поэтому, но он же не напишет тебе, слушай, давай займемся сексом. Конечно же, ему нужно изобразить романтика такого хорошего мальчика, тоже, чтобы в тебе всплыли какие-то ностальгические чувства про отношения, и он как бы, что получить секс, заходит, как бы, знаете, через такой романтик, через подход романтика. Но он осознанно понимает, что я хочу секса. А есть вот эти мужчины, которые перед этим сказал, которые сам даже перед собой не признается, что он хочет лишь секса. И знаете, когда он понимает это, когда он обнаруживает, что он хотел только лишь секса? Когда вы сошлись. Когда вы сошлись, он получил ту дозу тепла, которой ему не хватало во время его одиночества. И знаете, как вот эта вся романтичность исчезает. И снова наступает что? Некая такая обыденность, некое, ну, те самые не очень какие-то отношения, которые были и до того, как вы сошлись. Ну и, собственно, по той причине, почему вы разошлись. Он не понимает, он, поймите, пожалуйста, что, ну, большинство мужчины нижние психологи, они не эксперты в своем теле, в своем сознании. Он работает в какой-то профессии, он профессионал-специалист в своем деле. Но большинство из людей, они не специалисты в себе, да? И он сам не понимает, что, ну, на самом деле ничего же не изменилось. Что он же сам понимает, что, ну, да, он стал старше. Но глобально его страхи, его убеждения, его какой-то темперамент, его характер, за счет чего он должен был измениться? Ему кажется, что время меня поменяло, я просто что-то осознал. Но в большинстве случаев это лишь иллюзия. И женщина точно так же, он думает, ну, и женщина там поменял. То есть он что-то предполагает, ему что-то кажется. В большинстве случаев мужчины, которые хотят сойтись, ими движут не логика, не осознанность, а лишь эмоции, да? Или лишь какая-то жажда основы какого-то тепла, жажда какой-то любви, жажда того хорошего, что у вас было в отношениях. Я прекрасно понимаю, что в этой массе случаев есть единичные случаи, когда действительно люди сходятся, и они действительно поменялись. Но это лишь единичные случаи. И, конечно же, ты подумал, ну да, это как раз мой случай. Это как раз мой. Это у подружек. У них у большинства, как у всех. А у меня, конечно, единичный случай. Он же такой хороший. Теперь про вас, про женщин. Смотри, ключевое даже здесь, ну, почему я описал мужчин, чтобы вам было более понятно, да, как-то более понятно, что у него происходит внутри. Но ключевое это, что происходит у тебя. И я напомню, что вы расстались, неважно по чьей инициативе или по взаимной инициативе, вы расстались, потому что было плохо. Вы ушли от чего-то плохого. Понимаешь, ключевое это не почему появляется бывший. Не почему он так, что это у него за непонятное поведение. Он же сам от меня ушел. Он же сам говорил, что я плохая, недостойная. А теперь он снова хочет сойтись. Как его понять? Дорогая моя, перед тем, как пытаться понять кого-то, неплохо было бы понять себя как женщину. Перед тем, как задать вопрос, что ему от меня надо, что он от меня хочет, задай себе вопрос, а чего я хочу? И ты понимаешь, когда я себе в первую очередь задаю вопрос, а чего хочу я? И чего я точно не хочу? Тогда мне понятней, как взаимодействовать с другими людьми. Но когда я не задаю вопрос себе, чего я хочу, когда я думаю, а что же ему нужно? Когда она думает, что же ему от нее нужно, да? тогда она, скажем так, это неэффективное мышление, и это мышление нездорового человека. Она, значит, нездоровая, то есть она как бы зависима от мнения мужчины, у нее нет собственного желания, собственного мнения. Поэтому в первую очередь вопрос, чего я хочу? Следующий вопрос, конечно же, как большие случаи происходят у женщин, точно так же. То есть ей было плохо, пускай он там был бедный или он был тиран, ей было плохо, и она думала, ну все, я сейчас разведусь, я сейчас разойдусь, и неважно, есть у них дети или нет детей, и будет счастье. Вот после развода наступит счастье. А почему наступит счастье? Просто потому, что мы разведемся. Просто мы разведемся, счастье. Но что в больших случаях происходит? Если она не идет в развитие, конечно же, становится еще хуже. Точнее, вместе было плохо, они расходятся, и ей становится еще хуже. И когда появляется снова он, я задаю вопрос, а точно ли мне нужно с ним сходиться? И тут вопрос в чем? Было плохо, стало еще хуже, не получается сделать так, чтобы в моей жизни все было хорошо. Возвращаться ли мне в прошлое, надеясь, что после того, как мы садимся, все будет по-другому? И мой ответ, конечно же, здесь нет, не нужно сходиться. Потому что в больших случаях ни ты не поменялась, ни ты не прокачалась, ни ты не выросла как личность, ни он. И в больших случаях лучше, может быть, хорошо будет опять же какие-то первые дни, первый период времени, а дальше все будет так же, как и было. Понимаешь, именно поэтому эти бывшие и зацепляют тебя. Потому что если бы в твоей жизни после расхода с ним все было бы круто, или все становилось действительно лучше, ты занялась бы развитием, прокачивалась как женщина, двигалась вперед, а не смотрела бы назад, или ждала чудес, каких-то сидя на месте, условном, да, я сейчас говорю, тебе было бы плевать, если бы бывший возвращался, потому что тебе что? Тебе было бы не до него. Так вот, знай, я вижу простой критерий. Если ты задумываешься о соединении с бывшим, это один из звоночков, который говорит о чем? Что в моей настоящей жизни по-честному ничего хорошего и не происходит. Не произошло, не происходит, и честно, я как-то не особо верю в какое-то классное будущее. Как-то что-то, да, я тоже не встретила мужчину лучше, и не знаю, встречу ли я, если по-честному, я не особо уверена в себе, поэтому я смотрю назад. И даже я, бывает, начинаю сомневаться, правильно ли я сделала, что я разошлась, а может быть это я виновата, что мы разошлись. Здесь начинается сожаление, а может быть я сделала неправильный выбор и так далее. Это все критерии того, что ты, значит, в настоящей жизни не развиваешься. И пойми, пожалуйста, чтобы начать развиваться в твоей жизни, бывший здесь ни при чем. Точно так же, если ты сейчас находишься в несчастливых отношениях, в большие случаи, дорогие мои, ваши недостойные мужчины рядом, если они у вас есть, они, в большие случаи, вам не мешают заниматься развитием, они не являются помехой, они не держат вас наручниками возле батареи, они не стоят, я не знаю, там с пистолетом над вами и не контролируют каждое ваше действие. Тем более в нынешнем мире, для того, чтобы развиваться, сейчас не обязательно даже выходить из дома, да, или ехать в другой город, ехать в другую страну, лететь. Для этого можно достаточно открыть бесплатные кучи информации, которые есть в свободном доступе в интернет. YouTube-каналы, есть многие университеты, которые представляют даже онлайн обучение открытое. Да, конечно, такие большие университеты, это английский язык, но даже английский язык сейчас можно выучить. Сейчас много каналов бесплатных на YouTube, благодаря которым можно было бы, знаете, возвращаясь к такому постулату, желание это тысяча возможностей, а не желание это тысяча причин. Поэтому давайте подводить итог. Почему возвращаются бывшие? Почему бывший звонит, пишет, почему он себя так ведет? Он сам не знает, что он хочет, либо он просто хочет секса, либо он просто сам слепо верит, свято в то, что сейчас мы садимся и все будет по-другому. Но по-честному это просто потому, что ему не удалось создать в его настоящей жизни после расхода что-то хорошее. И поэтому, конечно же, можно вернуться в приют. Приют, правда же? Знаете, есть женщина-приют, к которой всегда можно вернуться, к которой всегда можно позвонить, к которой всегда можно написать смс-очку. И она, конечно же, всегда будет общаться, да, не всегда вежливо, да, не всегда радостно, да, но не так уж и сложно ее расположить к себе, главное изобразить из себя такого, как я сожалею, какой я был плохой, главное, знаете, такого, изобразить из себя виноватого мальчика, который осознал свои ошибки, такая, ну вот же он осознал свои ошибки, ну вот же он чуть ли не плачет, можно вернуть его, это первое, да. И второй момент, это происходит у женщин, которые сами не знают, чего хотят, это те, которым тоже не удалось в настоящей жизни создать что-то прекрасное, и их тянет в прошлое. И я прекрасно понимаю, что в единственных случаях действительно люди сходятся, они осознают какие-то свои ошибки, и действительно у них получается что-то хорошее, но это исключение из правил, которое лишь подтверждает правило. Если для тебя важно разобраться, как же прокачивать себя как женщину, независимо от того, сколько тебе лет, какой у тебя знак зодиака, и что у тебя было в прошлом, и в каком ты городе сейчас находишься, независимо от того, уверена ты в себе или не уверена, веришь ты в мужчин или не веришь, ключевое это то, что вас обменяет, это если ты хочешь большего в жизни, тебе нужен толчок, пинок, карта, понимание, что как делается, как же, и как же по-настоящему можно строить действительно классные отношения. Для этого прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке и записывайся на бесплатный онлайн-курс, который называется «Мужчина. Честная инструкция», где эти и другие темы мы разбираем от А до Я. И даже несмотря на то, что это бесплатный курс, поверь, ты получишь очень много ценного и полезного абсолютно без оплаты. Поэтому прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке и записывайся бесплатно. Если это видео было полезно, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал, и до встречи в следующих видео. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!